Всем привет! В свежем патче в игру завезли ожидаемый многими А6. Самолет получился пусть и не самый хайповый и, скажем, вот нисколько не сравнится по популярности с тем же F-16, я уж не говорю про Миг-29, но так или иначе в рандоме его много. Следовательно, я не могу себе позволить оставить его без внимания. Поэтому без лишних промедлений, давайте начнем. Во-первых, это премиумный самолет. Помимо того, что он премиумный, еще и вдобавок пакетный. И да, модификация поздняя. Для обычного игрока, который не покупает ни пакеты, ни премиумные самолеты, а если и покупают, то крайне редко и по скидкам, это то, что в будущем возможно. В линейные введут А6А, А6С и, может быть, с небольшой долей вероятности Праулер. Но тут я что-то сомневаюсь. К тому же в игре не просто А6Е, а А6Е Трамп. Приставка Трамп обозначает наш прицельный комплекс. Сам комплекс превосходный. Для 10.0 так тем более. Но, допустим, если вы играли до этого на лайтнингах, уже на поздней авиации, я имею в виду с прицельным контейнером, то чего-то нового тут не обнаружите. Работает он абсолютно так же. Есть тепловизор, почти что круговой обзор. И все не считая, честно говоря, странной механики в War Thunder, когда при просмотре в заднюю полусферу с контейнера, либо от прицельного комплекса, у тебя кверхногами переворачивается картинка. Но во всем остальном вопросов к нему не возникает, и работает наш прицельный комплекс превосходно. После красивого и хвалебного рассказа про его прицельный комплекс, следует отметить, что летные качества самолета не самые выдающиеся. Та же скороподъемность, динамика и максималка тут на уровне БРа 9.0 или 8.7, но уж никак не 10.0. Да, это не профильный истребитель, но, скажем, все это накладывает свой отпечаток и специфику. С другой стороны, если подробнее посмотреть на то, какое вооружение самолет может нести, а также как он играется в АРБ, то эти вопросы отпадают, правда, лишь на время. И затрагивая список вооружения, которые он может нести, чисто касающиеся авиационных боев, то тут до четырех ракет АИМ-9Л, которые, на мой взгляд, для БРа в 10.0 даже местами излишни. Во-первых, они хватают в переднюю полусферу с приличных дистанций, на которых они успевают довернуть и сбить самолет противника. Во-вторых, у них еще есть хоть какая-то помехозащищенность, которая позволяет им, ну, может быть, в редких случаях задоджить несколько ЛТЦ. Также стоит учесть, что у самолета нет никакой пушки, даже самой чахлой. Поэтому не обязательно ставить все четыре ракеты, хотя тут чисто все на ваше усмотрение и фантазию. Лично я беру две ракеты, один пушечный контейнер и один контейнер со средствами противодействия. Там 240 всего этих средств противодействия, я обычно забиваю их до отказа ЛТЦ. Да, у нас по дефолту 60 ЛТЦ, но, скажем так, в рандоме точно таких же любителей пострелять ракетами, как и вы, будет куча. Что А6, что Су-25, что А10, да в целом-то не важно. Поэтому уворачиваться вы запаритесь и ЛТЦ много не бывает. Можете забить хоть сюда отказы этими контейнерами и у вас получится 1020 ЛТЦ. Либо 50 на 50 с диполями. В принципе, вполне уникальный и очень интересный гамми-плау постановщика помех. К сожалению, доступны пока только пакетной техники. Касаемо управляемости, у самолета с этим все более-менее нормально. Иногда даже можем повиражиться с кем-нибудь. Но стоит учесть, что на скоростях 900 и выше мы дубеем настолько в канале тангажа, что управлять им нереально. На некоторых кадрах может даже видно, что я просто-напросто не могу его сдвинуть с места и приходится прилагать какие-то неимоверные усилия для этого. Но на скорости 600 или 700 км в час и где-то километров до 400 мы вполне спокойно можем даже довернуть до большей части противников. Но, опять же, не стоит переоценивать наши усилия и пытаться крутиться с какими-нибудь F5 либо Мегами-21. Это, в принципе, бесполезно. Один-два витка сделать, да, в состоянии. Дальше уже проще набирать, пытаться, по крайней мере, набирать скорость и уходить на новый заход. А лучше всего, если у вас не осталось ракета, только гампо долететь на перезарядку либо просто пытаться саппортить каким-нибудь образом. Перед тем, как мы начнем говорить про совместные бои, стоит упомянуть еще одну уникально премиальную особенность этого самолета, которая заключается в том, что наш радар AN-APQ-148 был понижен в статусе до просто радара, который по факту сейчас выполняет функцию бронелиста для экипажа. Видимо, это было сделано, чтобы игроки, которые покупают столь дорогой самолет, не были перегружены какими-то лишними механиками, лишними клавишами забиндинами в управлении и ничто не могло нарушить баланс пивного геймплея на А6. Ну, собственно, хотя бы можно за Виген порадоваться, что у него очень историчный радар и работает так как надо. И все, что задумывалось и планировалось, было у него реализовано. Окей, давайте переключимся на совместные бои. Геймплей в совместных боях уже не настолько пивной, как в воздушных. Да, здесь не 7 бутылок пива из 10, а где-то от силы 5 плюс-минус нормального обычного пивка. Скажем так, наш прицельный комплекс и корректируемое вооружение, они вытаскивают эту ситуацию, потому что те же самые пейвей для 10.0, ну, я считаю, это неплохо, как минимум. Экономика выглядит следующим образом. Чтобы вылететь на самолете совместных, играя на БРе ниже 10.0, то нужно заплатить где-то 10 тунгусок. Если играем на БРах повыше, ну, либо берем его просто, в принципе, повыше в сетапы, то там уже 8 или 9 тунгусок. Можно даже чуть меньше платить, если вы берете 2 каба, да и, в принципе, это и все. Да, тогда получается совсем уж бесплатно, но эффективности особой тоже ждать не стоит. И тут появляется у вас небольшая дилемма, потому что копить на БРе 10.0 эти очки возрождения, лично, как по мне, показалось сложнее. Но играть там проще, потому что ЗРК, да и, в принципе, зенитки не настолько дальнобойные, да и, скажем, войдя даже в зону их поражения, какое-то время у вас есть, чтобы свинтить оттуда. Но, играя на БРе 10.7 и выше, допустим, вот именно в этих сетапах, у меня получилось гораздо проще, да, ну и по факту там будет проще набирать очки возрождения. Там самолет уже менее эффективен, ему не хватает скорости, все той же скороподъемности, про которую мы с вами говорили, да и ЗРК там гораздо злее. И войти просто надолго, в нашем случае уже и с этим БРом, надолго в их зону поражения, а потом уйти абсолютно безнаказанным уже не настолько легко. Вам не будет хватать, во-первых, скорости, чтобы забросить бомбу с большой дистанции и кабрирование. У вас, к тому же, нет вооружения, пустил и забыл. Оно как бы есть, но представлено только чугуном. Ну и тут швырять, допустим, с кабрирования на этих БРах уже так безнаказанно не выйдет. Да и в целом тут придет нам еще на помощь особенность War Thunder, которая касается работы ПКЦ и тех же самых прицельных комплексов. Просто точка прицеливания у вас никак не сохраняется в системе самолета. И, например, если вы улетели слишком далеко, и ваш ПКЦ либо прицельный комплекс потерял эту цель и не может уже вести за ней наблюдение, то она просто-напросто возбрасывается и приходится наводить ее заново. Надеюсь, когда введут пятое поколение в игру, то тогда хотя бы эта функция появится. Ну а пока это стоит учитывать. В принципе, от двух и более фрагов делать можно вполне спокойно, за тот же вылет ФРБ. Да, все зависит от того, на каком БРе вы играете, сколько зениток в команде противника, да и еще много чего другого. Но в целом играется нормально. Я бы не сказал, что интересно, потому что лично, как по мне, геймплей вот именно такой. Он немного душный. Прям какого-то экшона вы получать с ним не будете. И лично мне больше понравился геймплей на А7, да и в любом другом самолете за США, у которого есть пустил-забыл. Потому что тут вы можете за заход забрать сразу несколько единиц техники, но при этом и побомбиться стратосферой, будучи почти безнаказанным, тоже очень даже неплохо. Собственно, всю суть вы, думаю, поняли. Либо берете его на 10-0, либо берете его выше, чем 10-0 и играете там, но уже, скажем так, со спецификой этого БРа. В авиационных играть на нем несколько веселее. Но тут опять же вопрос, сколько все это продлится, и как быстро его занерфят, либо повысят ему БР. Ну, думаю, варианты развития событий вы сами уже знаете лучше меня. В War Thunder все-таки мы играем не первый год, и все мы знаем, что происходит с имбами. Другой вопрос, да, это все-таки премиальная имба, и может быть это все поддержится подольше, но так или иначе, там играть долго на этом самолете лично мне показалось немного тяжело, потому что он однообразный. Какого-то разнообразия тактик у него просто-напросто нет и подходит разве что для фарма. Ну, с другой стороны, да, фарм у нас в игре актуален, так как коэффициенты заработка того же серебра и опыта нынче не самые большие, даже в авиационных РБ и даже с премиумными самолетами, как показывает снова практика. В общем, я даже ничего не стану говорить о последок и уж тем более что-то там вам советовать. Поэтому спасибо за просмотр и удачных вам боев. Подписывайся на Гаджента.